Роспотребнадзора Роспотребнадзора Светлана Мальцева рассказала предсутствующим о необходимости проводить мероприятие по дератизации. Согласно санитарным правилам, обслуживающие организации несут ответственность за содержание жилых домов и организуют мероприятие по борьбе с грызунами. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в городе Наталья Малибок рассказала о способах борьбы и специализированных организаций, которые оказывают данные услуги на территории города. Всем управляющим компаниям рекомендовано проводить комплексные мероприятия по борьбе с грызунами. Светлана Мальцева отметила, что законодательство допускает сокращение расстояний между контейнерными площадками и жилыми домами и другими учреждениями. Эти условия прописаны в санитарных правилах. Представителю Роспотребнадзора обратилась старшая по дому ТСЖ «Октябрь» по улице Красная Пресня, 11. Женщина рассказала, что обустроить контейнерную площадку возле дома невозможно в связи с плотной жилой застройкой. Начальник Государственной жилищной инспекции Виктория Гаранина акцентировала внимание присутствующих, что установка специализированных площадок входит в компетенцию органов местного самоуправления. Специалисты должны рассмотреть каждый дом и возможность выноса специальной территории под сбор мусора. Возможно организовать одну контейнерную площадку для несколько многоквартирных домов. Это допустимо при соблюдении всех норм. Начальник контрольного отдела Государственной жилищной инспекции Надежда Левин рассказала о действиях, которые необходимо предпринять жителям МКД для отказа от использования мусоропроводов и перехода на контейнерный способ накопления ТКО. В адрес жилищной инспекции поступает много обращений от граждан на некачественную работу регионального оператора и несвоевременный вывоз мусора. В марте текущего года совместно с городской прокуратурой была проведена проверка, выявлены грубые нарушения содержания мусорных комнат. Управляющим компаниям региональному оператору спецэкомаш вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Заместитель мэра города по вопросам ЖКХ рассказал о принятых мерах органов местного самоуправления в части организации ТКО на территории города. В 2023 году из средств местного бюджета было оборудовано пять контейнерных площадок. Эта работа продолжится. На сегодняшний день необходимо приобрести еще порядка 150 штук. Данную потребность в текущем году восполнят за счет бюджета и управляющих компаний. Сегодня в городе проходят общие собрания собственников по вопросу консервации мусоропроводов и мусорокамер и организации контейнерных площадок. В преддверии дня местного самоуправления мэр города Тынды вручил муниципальные награды работникам городской администрации. Глава города отметил, что местное самоуправление связующее звено между гражданами и государством. В первую очередь к местной власти народным избранникам обращаются люди со своими насущными проблемами, трудностями и заботами. Общий успех складывается не только из профессионализма и ответственности сотрудников органов местного самоуправления, но и из активности граждан, умения работать сообща, находить правильные решения даже самых сложных вопросов. За добросовестный труд в органах местного самоуправления города грамотами и благодарственными письмами отмечены 14 работников администрации города. 3 мая в Тынде состоится общегородской субботник «Зеленая весна». В уборке города будут задействованы предприятия и организации всех форм собственности. В рамках субботника необходимо привести в порядок прилегающие территории административных зданий, городских объектов, предприятий торговли и общественного питания, общеобразовательных учреждений и тому подобных. На официальном сайте администрации города Тынды размещен нормативно-правовой акт, в котором указаны закрепленные для уборки участки. Призываем всех активных и неравнодушных жителей принять участие в субботнике. Вместе мы сделаем наш город чище. Выражаем большую надежду, что данный призыв будет поддержан всеми трудовыми коллективами Тынды, жителями многоквартирных домов и частных домовладений, владельцами гаражей. Тындинские пенсионеры приняли участие в традиционной олимпиаде по компьютерному многоборью интернет-долголетия 2024. Соревнования, организованные администрацией города, гимназией и городским отделением фонда пенсионного и социального страхования, проходили в компьютерном классе гимназии номер два. Девять участников боролись за победу. Конкурсные задания включали в себя работу в смартфоне и персональном компьютере. Пенсионеры продемонстрировали свои умения в использовании браузера по поиску картинок и фотографий города. Умение подключаться к Wi-Fi сети, используя пароль. Находили видео об АМИ и делились ссылкой через любой мессенджер. Писали эссе, как не стать жертвой мошенников. Искали свежие новости и делали скриншоты. Олимпиада стала значительным шагом в популяризации использования компьютерных технологий среди пожилых людей. Тройка призеров распределилась следующим образом. Наибольшее количество баллов набрал Геннадий Глушков. Ему присуждено первое место. Второй стала Светлана Сумарокова. И на третьем месте Зинаида Шавейко. Победитель и призер, занявший второе место в муниципальном этапе, могут представить тынду на региональном уровне, который пройдет в мае в городе Благовещенске. За победу пенсионерам вручены ценные подарки. В тынду доставили ковчег с мощами преподобных киево-печерских святых. Архиепископ Благовещенский и тындинский Лукиан возглавил божественную литургию в тындинском Свято-Троицком кафедральном соборе. После чтения Святого Евангелия правящий архиерей произнес проповедь. За богослужением были вознесены сугубые прошения Господу Вседержителю о Святой Руси. В этот день на архиерейское богослужение был доставлен ковчег с мощами преподобных киево-печерских святых. В завершении литургии архиепископ Лукиан совершил славление и молитву у святыни. Ковчег будет постоянно пребывать в тындинском кафедральном соборе. По окончанию богослужения правящий архиерей поздравил духовенство и прихожан храма с воскресным днем и преподал архипастерское благословение. Я искренне радуюсь тому, что я могу сегодня сказать несколько слов тындинцам, особенно православным тындинцам, тем, кто сегодня мужественно сохраняет веру и делает все возможное, чтобы сегодня в городе тындия доброта, порядочность сегодня была процветающей. Мне кажется, это забота особенно верующих людей, тех, у кого в душе есть Бог. Я очень влюблен в город, я люблю тындинцев и хочу сказать, что скромные вклады, как архиерея, который является бамовским архиереем, это моя постоянная молитва, мои переживания, поддержка приходов бама, чтобы они были не пустыми, а такими содержательными, чтобы сегодня были и воскресные школы, чтобы сегодня у наших стариков была возможность и Богу молиться, и собираться дружно в определенных храмах, составлять общины, где будет, так сказать, доброта, уважение друг к другу. Такие общества, они сегодня нам тоже очень нужны, они тоже людям помогают жить и иметь веру и надежду на хорошее будущее. Те скромные дары – это просто особая дань этому месту, потому что бам нельзя не любить, он очень красивый, люди здесь очень хорошие, поэтому я как архипастор поддерживаю бамовцев, как могу, что в моих силах, в первую очередь это молитвой, добрым словом, вдохновляя, подбадривая и надеюсь, что это принесет свои плоды. Поэтому хочется пожелать процветанию баму, жителям города, чтобы город был интересный, красивый, чистый, ухоженный, чтобы здесь как можно больше было хороших людей, сюда было интересно приезжать, дружить, общаться, чтобы здесь могли люди достойно работать и зарабатывать, чтобы жизнь здесь была просто по-человечески счастливой. Вот этого мне искренне хочется пожелать к празднику Святой Пасхи, чтобы радость Пасхи, Воскресенье разбудила все доброе, хорошее и оно осталось навсегда в пределах Теннинской земли. Болят суставы? Выездной кабинет ортопедии и УЗИ из Красноярска скоро в вашем городе. Хирург-ортопед, кандидат медицинских наук, выполнит блокаду коленного, тазобедренного, голеностопного, плечевого суставов, поясницы, шейного и грудного отделов позвоночника. Блокады при онемении кистей, запястья, предплечья, предчувствии жжения и покалывания, а также блокада жидкий протез. Я как заметил, вы принесли с собой такие атрибуты, возможно, вы что-то хотели показать на примере, вот расскажите. Ну, здесь, получается, это макет коленного сустава. Здесь самое главное, я хотел сказать, что с возрастом у нас происходит сужжение суставной щели, происходят остеофиты, формируются остеофиты. И для того, чтобы облегчить боль, снять скованность, мы под контролем УЗИ вводим антрисуставно-противовоспалительные препараты либо препарат гиалуроновых кислот. Еще раз повторюсь, это все эффективно, действенно, и пациент получает хорошее качественное лечение. Что касается вытяжки и блокады, то при вытяжке снимается декомпрессия позвонков, и паравертебрально под контролем датчика мы проводим инъекции противовоспалительных препаратов в межпозвонковое пространство. То есть тоже все эффективно и действенно. Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты производства Германии и Кореи устранит острую боль, снимет отек и воспаление. Если смотреть глубже, с возрастом хрящевая ткань, она стирается, и собственности венальной жидкости становится очень мало. Что дает гиалуроновая кислота? Она предотвращает разрушение суставов, снимает боль, улучшает подвижность. Тем самым пациенту становится намного легче. УЗИ сосудов и нервов верхних и нижних конечностей, суставов, всех внутренних органов. Холодная плазма для удаления попелом, бородавок и шипиц на лице, веках и туловище. Внимание, только сейчас! Цены 2020 года. Любое УЗИ – 2000 рублей. Любая блокада – 6000 рублей. Не упустите возможность попасть на прием и записать своих пожилых родителей. Звоните прямо сейчас. 8-908-012-2206. 8-908-012-2206.